друзья здравствуйте сегодня 24 декабря как обещала видео будет последующие скоро и наконец-то открылась полностью у меня асиопея экваженера dream вот такая вот она красавица вот такие вот у нее шикарные цветы попробую сфокусировать имеет тигровый окрас колонка нижняя очень плотная очень не напоминает когда цветут стангопеи очень похожи колоночка цветочки не раскрываются как у станга пеи например у нее когда распускаются цветки на следующий день полностью все свои ушки лепесточки поднимают к верху а здесь она взяла от ацинета полуроспуск и развернутое развитие стангопеи поэтому получилось очень даже шикарный гибрид эквадор конечно молодец знал что с чем скрестить что появились вот такие вот красавицы попробую сфокусировать да вот такая вот красота ну как и в прошлом видео я рассказывала по уходу в это время главное чтобы рост цветонос поддержать ее в состоянии важно не пересушить иначе цветонос сбрасывает вот такая красота ну там растет рост и когда в принципе уже можно не соблюдать особо цветение потому что уже цветок раз раскрыла на и буду по просушке ее поливать можно видеть уже булька начинает сморщиваться потому что цветение для растения это всегда тяжело и нужно ему время для восстановления для этого него и существуют эти бульбы это не страшно они должны сморщиваться с другой стороны начинает расти рост от другой бульбы поэтому я буду ее поливать по мере просушки просохла но не в хруст например как котлее а вот просохла и поливает там на следующий день ее будет проще поливать потому что я ставлю в тазик корзинку там несколько часов она стоит мокнет когда она полностью вымокла уже можно ее вешать на место зимой легче и содержать моих условиях потому что прохладно и влажность большая не не так часто это приходится делать как летом так ну и что у нас тут еще вот такая вот красота распустилась помните англо было в бутонах вот такая вот англо рукере вот ее настоящий цвет у меня она когда-то целом но это был наверно год 2015 я фотографировала нас как раз был снег вот идентичный цветок именно она запах очень пряный очень тяжелый не сказать что пахнет она прям очень сильно только если засунуть нос осиопея и англо примерно одинаково пахнут как ее второе название орхидея тюльпан вот она такую форму тюльпана и держит цветут они очень долго больше месяца цветут иногда я ворачивала цветки полностью получались цветки лекарства но сейчас немножко боюсь это сделать бутоны хрупковатые не боюсь я просто надломлю цветок пусть меня вот тюльпанами цвести три цветка распустилась и один бутончики поддерживаю также на сидит в коре и во мхе тоже по просушке поливаем там бульбофилу это в прошлом видео показывала все цветет другой уже цветонос начинает отцветать распустилась у меня может кто помнит с прошлого года я покупала три на сплэш его она у меня были бутончики ну без корней цвели поэтому я дала распуститься а здесь уже цветение полноценное и правда как я и думала рощерки будут больше видны губа губа больше дудочкой но не такая рюшистая большая поэтому сами сами лепестки хорошенькие ну как по мне что-то не хватает в губе какая-то она немножечко просто если например до сравнивать вот здесь когда идет большая полноценная губа наверное может мне это больше нравится здесь как по мне лично мое мнение не более не хватает чего-то губки но да конечно лепестки красивые цветок красивые здесь у меня еще другой цветонос влезет теперь панда панда стала красивая я и одевала проволочку на несколько дней чтобы она выровняла свой цветок и это как деткам одевает бракеты на зубы например на меня так и выглядело ну зато она приобрела вот такой вот ровный вид красивые фотографировала я ее вчера ну не передает фотографии конечно красоты цветка он очень красивый вот когда цветет ну просто потрясающе персеволиана но она и в прошлом видео было красавица не воняет особого запаха кстати у персеволиана чем-то похоже запах сангуло груза и радасон все цветем все цветет динарт блю здесь варнере типовая такая вот диндропиум все больше распускает свои цветы здесь варнарица руле я все подвязываю цветы цветы тяжелые большие если посмотреть и вот так вот раздвинуть лепестки я мерила 20 сантиметров выходит а так конечно цветок потрясный вот такая красавица второй цветок тоже своей тяжести не хочет если пех вообще не подвязывала я думаю что-то ужасное было бы где-то на уровне горшка бы телепался вот он с цветоносами не такая вот я сейчас ее бирочку возьму она флорале выстраданной как в помню это варнарица руле suzuki на z351 туда их но очень много было распустился дандробиум фармере конечно красавец как всегда радует своими цветами он очень приятно пахнет два цветоносика но и продолжим все растет батончик черной морковки я думаю примерно недели еще две и она распустится растут бутоны у дендропиума артиста вот такие вот они колосочки выходят ну и в общем все видео было посвящено анголо и осиопеи думаю многим было интересно посмотреть на их цветения этих интересных заморских растений пока пока